Космос осваивают не супергерои, а самые простые люди. Слаженные работы и профессионализм вот уже несколько десятилетий помогают РКЦ «Прогресс» удерживать лидирующие позиции в области ракетостроения. На подведении итогов работы за 2022 год генеральный директор Дмитрий Баранов отметил, несмотря на трудности, которые испытало предприятие в связи с нестабильной обстановкой на международной арене, заводу не только удалось нарастить темпы производства, но и перевыполнить госплан. У нас существенно выросла в последнее время, именно в этом году, производительность труда за счет новых технологий и за счет организационных мероприятий, за счет улучшения внутренней структуры предприятий. В прошлом году Россия совершила 22 удачных запуска ракет. 19 из них были собраны на Самарском прогрессе. За одним из таких пусков в сентябре прошлого года наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С площадки космодрома Байконур был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем, названным в честь русского ученого, основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. У нас была поездка губернатора на космодром Байконур на запуск. Для нас это было интересно, чтобы мы показали заинтересованность правительства Самарской области в нас. Я считаю, что у нас это получилось. По словам генерального директора РКЦ «Прогресс», в 2023 году ракетно-космический центр планирует осуществить около 20 запусков ракеты-носителей. В настоящее время предприятие находится в стабильном экономическом положении. Есть определенный рост заработной платы, он не такой большой, как хотелось бы, где-то в районе 56, может быть, чуть больше тысяч в среднем. Это повышение по сравнению с прошлым годом. Напомним, Самары носят почетный статус неофициальной космической столицы России. Здесь были спроектированы и созданы многие летательные аппараты, предназначенные для изучения околоземного пространства, не имеющие аналогов в мире. Александра Гусева, Константин Головин. События.